всем привет получил я вчера две бандерольки и стулы одну из которых я очень сильно ждал настолько сильно что мне уже не терпится открытие и поделиться с вами покупкой давно я не испытывал такого сильного чувства предвкушения и нетерпения до сих пор нахожусь возбужденном состоянии и первым делом не хочется сразу же ее открыть но я как можно дольше постараюсь оттянуть этот момент и для начала распакую еще одну интересную покупку так как по размерам можно примерно определить что же находится внутри то дальше томить вас не вижу смысла там альбомы с наклейками из 90-х и даже из 80-х годов вот сейчас распакуем и полюбуемся что же я взял в нашу с вами коллекцию первая посылка больше напоминает музыкальную пластинку но это просто бронебойная упаковка и по весу она ого-го как будто упаковали в металлические пластины прислала мне ее евгения спасибо ей огромное за такое щепетильное отношение к запаковке по весу примерно тянет на килограмм вот тут на уголке надпись указывает на то что скрывается внутри и это сеньги шкатулка открывается и в ней спрятан альбом по второй коллекции сеньги от фирмы upper deck данная фирма на российском рынке в 90-е годы ставил на свои альбомы штамп стикерс клуба такой же штамп присутствует на обложке журналов nba 1996 97 годов и sailor moon приняв правила игры данного клуба можно было выиграть интересные призы главным призом была поездка в англию на двоих человек а в случае с альбомом синди романтическое путешествие в англию на двоих в кармашках из листочков в клеточку приклеенных к упаковке рассортированы двойные наклейки они шли бонусом к альбому так что пойдут в обменный фонд любопытная информация скорее всего вкладыши синди от турецкой фирмы akos некие предприимчивые деятели скопировали с таких же альбомов переняли опыт своих коллег которые до этого выпускали жвачку с футболом финал тогда хитрые ребята из улькер взяли альбом по ними посвященный чемпионату мира по футболу проходившему в 1986 году в мексике и нагло дернули оттуда наклейки впоследствии фирма panini подала в суд на этих нехороших предпринимателей и туркам пришлось быстрыми темпами сворачивать свою лавочку по производству вкладышей финал 86 по видимому это сказалось на редкости номеров после 60 серии с красными номерами получив такой бодрый пендель ушлые ребята решили перестраховаться и в наглую не печатали картинки из мультфильмов на своих вкладышах а попросили художников от руки перерисовать некоторых персонажей и сцены с ними сразу же на ум приходят том и джерри и рыцарь дорог более известный в узких кругах коллекционеров как ночной ездок я особо не удивлюсь если большинство фотографий для вкладышей были взяты без спросу с наклеек у именитых фирм таких как panini merlin diamond альтердек и других ну или как получилось с турбами и бомбиками сперли фотки из журналов специализирующихся на авто второй альбом покрасочной коллекции синди был выпущен в 1996 году первый вышел годом ранее у нас в россии в рамках коллекции стикерс клуба поступил в продажу в девяносто седьмом году на 32 страницах расположены 222 наклейки на которых изображены интересные сценки синди с ее друзьями в разнообразных нарядах отлично было придумано альбом можно назвать рекламным буклетом мало того что на его покупку и сбор наклеек тратились приличные деньги так еще в нем показаны разнообразные вещи которые можно приобрести в магазинах для своих кукол тут не то что детишки не устоят но и многие взрослые тоже отправиться тратить свои деньги помимо обычных наклеек в журнале присутствуют голографические и многоразовые прозрачные наклейки с которыми можно было играться переклеивая их в разные места для таких наклеек в середине присутствуют четыре листа синди определенно лучше чем барби ведь это воплощение нашей мечты впервые куклу синди я увидел в рекламном блоке девяносто второго года перед мультфильмами диснея они вместе с джонсон и джонсон являлись спонсорами показа эту программу представляет вам фирма hasbro создатель куклы синди воплощение вашей мечты и компания джонсон и джонсон которые вот уже более 100 лет обеспечивает людей повсюду в мире товарами не необходимыми для здоровья теперь по прошествию многих лет я ее вспоминаю с особым теплом намного позже от девчонок в школе я услышал новое имя барби и подумал что это новая подружка синди вместе с альбомом я получил 54 штуки бонусных наклеек что очень приятно все больше и больше пополняется мой обменный фонд наконец-то та самая долгожданная посылка от владислава упакована она как всегда мега надежно сразу ощущается мощнейший слой пупырки обволакивающий прочный картон даже если и пнет какой-нибудь эйс вентура с ней все будет в полном порядке тут как назло все внутренности приклеились к пакету да не так все просто будет развернуть хочется уже быстрее добраться до содержимого порой такая шикарная упаковка наталкивает на мысль особо не церемониться а сразу же разодрать и выпотрошить побыстрее содержимое но такой развербан может привести к повреждению вложения поэтому сдерживая себя я постараюсь как можно аккуратнее открыть защитную упаковку а вы пока можете с наслаждением послушать приятное шуршание в моих руках да и полопать пупырку тоже отдельное удовольствие следующая преграда к содержимому это защитный картон и тут уже нужно быть максимально аккуратным так как я все ближе подбираюсь к артефактам из 90-х оппа а тут у нас пакетики с интересной коллекцией и карточки по черепашкам долго затягивать с открытием не буду а вернусь к вам после рекламы а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Итак, то что я больше всего ждал Это мега крутой альбом по серии Арчи Тут герои и еще совсем детишки Так что нам предстоит узнать, какие приключения ждут Арчи Его подружек, друзей и соперников в подростковые годы С Арчи я познакомился в школе Это была прекрасная пора Тогда я учился в пятом или шестом классе Особо на прилавках в магазине данный комикс мне не примелькался Во-первых, про персонажа я ничего не знал А во-вторых, ребята и девчата больше всего фанатели от комиксов с Микки Маусом Или с супергероями Да и новые комиксы нам особо не дарили Так что узнавание про новых персонажей стремилось к случайности Вот так и получилось Пройти мимо меня стороной этот комикс не смог С этими веселыми ребятами я познакомился на страницах комикса кроссовера С черепашками ниндзя Особенно запомнились популярные на то время призывы И без котиков можно Скажи котикам нет Вот теперь с этой рекламой за здоровый образ жизни у меня и ассоциируется Арчи В то время я особо не интересовался романтикой А вот боевыми искусствами был увлечен не только я Но и все детишки моего возраста На страницах журнала нас незатейливо знакомили с героями из Ривердейла Которые встретились с зелеными пришельцами Черепашки сразу же нашли общий язык с персонажами из Ривердейла И помогли отыскать пропавшую подругу А после отправились в бар к Попсу все это дело отметить На этой позитивной ноте оканчивается небольшой рассказ про Арчи И нас перебрасывают на новую историю со Шреддером Арчи неспроста появился на страницах вместе с черепашками ниндзя Компания Арчи Комикс купила права у Мираж Студии И стала выпускать свои комиксы по мотивам Панцирной Четверки Первый мини комикс был воспринят на ура И сразу же приняли решение выпускать полноценную серию книжек с картинками По Тинэйч Мьютант Ниндзя Туртлс Адвентурес На бешеном успехе комиксов про юных талантов Компания Арчи Комикс решила еще раз напомнить про свою популярную серию На этот раз обыкновенных подростков живущих в городке Ривер Делли Свели в одном комиксе вместе с мутантами ниндзя Таким же способом Арчи Студиас решила продвигать свой комикс на территории России Всячески его рекламируя на страницах своих журналов Ведь как мы знаем Арчи это здорово Это любимые комиксы американских тинейджеров Он дешевле видеокассеты и так далее и тому подобное Как и полагается спустя пару десятков годов Я успешно забыл про эти комиксы Пока мне про них не напомнил Митсу Это было в 2018 году Когда мы с ним снимали видеопрограмму собственно под номером 6 Узнав об этом я просто загорелся от нетерпения И заказал все что выпустили на тот момент Перед этим ознакомился с первой главой и был приятно удивлен новой историей Помимо перевыпуска старых историй про Арчи Выпустили переосмысление или как сейчас модно говорить Сделали ремейк Да еще сделали совместку с другими популярными сериями Например не так часто можно увидеть Арчи с автоматом Который сражается с хищником Только мне стоило успокоиться и перечитать все что вышло по Арчи Как в дружеской переписке с Владиславом выяснилось Что по данной вселенной в 89 году вышел альбом от бриллианта Под заголовком новой Арчи Мало того Владислав меня еще больше ошарашил тем Что он заказал этот альбом и он скоро будет у него Если сказать что я был в восторге от такой новости Это не выразить и малую часть тех чувств которые я испытал И незамедлительно попросил у него отправить небольшой комплект Альбом и 10 пакетиков на пробу Пакетики от старости уже рассохлись и рассыпаются в руках Неудивительно им уже по 35 лет Вот чего не ожидал так это размер наклеек Они уж слишком малы Чем-то напоминают наклейки Sailor Moon Которые клеятся в середину альбома Тут есть специальные наклейки на которые можно глядеть Через особые очки с линзами красно-синего цвета А еще интересно то что в одном пакетике попалось сразу же 7 наклеек Нетипично для того времени и тем более нетипично сейчас Тогда клали в большинстве случаев по 6 наклеек Сейчас по 5 Хотя есть и исключения Может сказался размер самих наклеек Поэтому их и больше Чтобы не гонять почту почем зря Выкупил у Владислава еще комплект карточек По мультсериалу Черепашки-ниндзя Забугорный продавец оказался тем еще прахнедеем И прислал неполные коллекции До завершения которых не хватает пару карточек Вот и в этой нет карты под номером 4 Зато наклейки с одной стороны и составная картинка с другой стороны Все в наличии Всего их 11 штук Вот и приятный подарок от Владислава Целый пакетик с наклейками по серии Черепашки-ниндзя от Даймонд В наших краях коллекция редкая Так как мы в основном собирали альбомы от фирмы Панини Не ожидал, что пакетик полный и запакованный Думал будет уже открытый, невероятно приятный бонус в коллекцию Кем подарок еще приятнее и ценнее Огромное спасибо тебе за такой сюрприз Надо будет обязательно его открыть и посмотреть Что же там внутри Да и вам будет тоже интересно Так что ждите шорты и ВК-клипы Первая часть коллекции по мультфильмам про боевую четверку Включают в себя 88 карточек и 11 карточек наклеек На них показаны сцены из первых выпусков мультика Также бонусом выходили еще два дополнения По 11 и 22 карты соответственно Их на руках нет Поэтому показать и рассказать нечего Также по этой серии выходила готовая коллекция Которая покупалась одним комплектом В отличие от предыдущих в этой коллекции находится 66 обычных карт Вместо 88 и напечатаны они на более дорогой бумаге Имеющий белый цвет, а не серый Так сказать, лучшее переиздание Изображения на них те же самые Но первая карта отличается надписью Говорящая о принадлежности к той или иной коллекции Вот вам, какой вариант исполнения карт больше нравится Все хорошо на этих белоснежных картах Но чувствуется некая незавершенность коллекции Нет концовки и самого главного атрибута Хорошей развязки А как мы знаем, без поедания пиццы Финал не финал В остальном они неплохи С более качественной печатью И более приятные по текстуре на ощупь Помимо Арчи и Черепашек Я еще прихватил альбом по уличным акулам Которых вы могли видеть уже в моей группе ВК Тоже очень интересная серия Которую непременно хочется собрать В коллекции не так много наклеек Всего 120 Что увеличивает шансы на более быстрый сбор Нежели коллекция в 222 наклейки Альбом от компании Бриллиант Ну и подведем итоги Вот такие замечательные альбомы с наклейками И карточки из 80-х Мне удалось раздобыть Тем самым пополнив свою коллекцию Еще раз хочу выразить Огромную благодарность Владиславу За такие интересные эксклюзивы Мало того, что он мне про них рассказал Так еще и дал возможность их приобрести Спасибо тебе огромное За такое чудо и новую эксклюзивную вещь В моей коллекции Совсем забыл рассказать И полистать сам альбом Арчи Уж слишком был возбужден А мысли так и скакали с одной на другую Вот взял для сравнения Обычную наклейку И наклейку по коллекции Арчи Интересный размер Хотя сам пакетик Обычной формы Как я уже говорил Альбом выпускала компания Бриллиант В 1989 году По мотивам мультсериала про учеников Средней школы Ривердейла Сериал на телевидении вышел в 1987 году И был показан всего один сезон в 14 серий Сюжет закручивается Вокруг полюбившихся персонажей Арчи Бетти Вероники Джакеда Реджи И других ребят и девчат В их школьные годы В альбоме на 24 страницах Располагаются 180 наклеек Уменьшенного формата Хотя сам альбом Обычного размера Как кричит надпись на обложке альбома Смотри Бонус внутри Слайдоскоп Устройство визуализации Позволяет увидеть картинки в движении Со временем бумага потускнела Это говорит о том Что хранился альбом В таком себе месте Но вставка со слайдоскопом Позволила увидеть Каким изначально был альбом Вот ведь поистине Удивительное устройство Которое позволяет Не только оживлять картинки Но и не дать времени Разрушить альбом На обложке Подробно описано Как собрать свой слайдоскоп И как дальше его использовать Сам слайдоскоп Прикреплен с двух сторон альбома Но отдирать мы конечно же Его не будем Также в альбоме Помимо обычных наклеек Присутствуют наклейки Предназначенные специально Для этого магического устройства Смотря через которые Мы можем увидеть мультик Даже без слайдоскопа И если с фантазией все хорошо Можно увидеть движение картинок У Реджи от самолюбования Спадают штаны Арчи вылазит из телевизора Хитрая Бетти Дожидается когда Арчи уснет И подсаживается к нему под бок Очень забавные картинки Нарисованные по всем страничкам альбома В конце есть небольшие головоломки И нарисуй-ка по точкам От альбома я просто в диком восторге Так что я сильно укрепился в мысли Что собирать его однозначно стоит Также это волшебное устройство Использовалось не только в альбоме Арчи Но и в некоторых других альбомах Бриллианта Первым альбомом В котором применили это магическое устройство Был Альф Выпущенный в 1987 году В 1988 году использовали в альбоме Гарфилд В 1989 Арчи И в 1990 году в Симпсонах Возможно есть еще альбомы Но мне они пока неизвестны Ну и напоследок Милота на пакетике Арчи так и не может определиться В кого влюблен сильнее В Бетти или Веронику И еще раз Спасибо Владиславу За предоставленную возможность Поддержать такой интересный альбом в руках И посмотреть Чем увлекались И что собирали Американские тинейджеры В те далекие года Вот теперь и правда Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok